МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Место встречи изменить нельзя". Советский кинохит о послевоенной преступности прославлял банду «Чёрная кошка», за которой охотились сыщик Глеб Жеглов и его напарник Володя Шарапов. А правда ли, что пресловутая «Чёрная кошка» разгуливала в конце 40-х годов по стране? Кто такой Глеб Жеглов на самом деле? И почему горбатым стал молодой парень модельной внешности? Послевоенная Москва. Голодные, оборванные победители. Советские граждане пытаются выжить. Урча животами от голода, они стоят в очередях за пайкой хлеба по карточке. Гремят струйки века. Заключённые искупают вину перед Родиной. Волна преступности захлестнула Москву, потому что очень много было амнистии послевоенного периода. Вернулся народ, который был не готов к мирной жизни. Очень много было инвалидов. И очень много ходило неопустного оружия. И поэтому, конечно же, много совершалось преступлений. Советская преступность к 1947 году приобретает вполне жизнеспособную форму. Беспризорники уже не слоняются бесцельно по улицам. Они сбиваются в банды. За ними мелкие кражи. Амнистированные уголовники с бывшими полицаями и дезертирами промышляют грабежами и убийствами. Инвалиды в военной форме занимаются квартирными кражами. Воруют не только драгоценности, но и хлебные карточки. Талоны на еду заменяют деньги. Очень много было, ну вот как в фильме показано в лице Фокса, да, мошенников. То есть преступников, которые работали под героев фронтовиков, то есть в мундирах, с орденами. И кому не приходило даже лишний раз в голову остановить такого человека, даже милиционеров. Все это облегчало преступникам их, так сказать, преступную деятельность. В криминальном мире начинают действовать жесткие законы. Карта Москвы поделена между группировками и бандами. Один из самых злачных районов – Марьино-Роща. Здесь находится один из самых гнилых, лихих районов. Мы с вами представляем о том, что такое мир уркаганской Москвы. Это плохо одетые люди, кипарь, кирзачи гармошкой. И чем хуже одет человек, тем, значит, на большем социальном дне низу он находится, и тем больше вероятность, что он является вором-домушником или еще кем-то в этом роде. Это глубочайшее загружение. Настоящий вор-домушник – это щеголь. Он обязан быть артистом и обязан все время доказывать свою состоятельность. В послевоенной Москве количество полулегальных кабаков росло в геометрической прогрессии. Вечерами в них частенько собирались бандиты и прочая подобная публика. Травили байки о воровских подвигах. Нередко слушателями этих историй становились милиционеры. На воровском жаргоне милиционер – мусор. Это слово произошло от аббревиатуры, которая потеряла актуальность еще в 1917 году. Мус – Московский уголовный сыск. Именно отсюда и жаргонная производная – мусор. Бытовые отходы тут ни при чем. В феврале 1949 года сначала в московских кабаках, а потом уже и в каждом дворе заговорили о банде «Черная кошка». Актриса Наталья Крачковская была тогда ребенком, но она хорошо помнит, как впервые услышала о кровожадных грабителях, оставлявших на месте преступления вот такой знак. Вообще разные были разговоры, потому что у нас народ любит поговорить. Так что это уже обрастало, знаете, такими глобальными убийствами, расчленением, что-то такое было. Ну, было всякое. Говорят, ой, там нашли это, там нашли голову, да было. За период с 1940 по 1947 годы число грабежей и разбойных нападений выросло на 236%. При этом среди привлеченных к уголовной ответственности в 1946 году почти половину составили несовершеннолетние. Послевоенное время, время голодное, там, извините, за мешок картошки убить могли. На Петровке 38 всерьез были озабочены распространяющимися слухами. 1 февраля 1950 года при попытке ограбления магазина был убит оперуполномоченный. Дело поручили следователю Владимиру Арапову. Арапов. Фамилия яркая, легко запоминающаяся. Чем-то она приглянулась братьям Ваню. И они взяли именно фамилию этого человека и превратили в Шарапову. Володю Шарапову. И вот здесь появляется нестыковка. Первый налет банда «Черная кошка» совершила в 1950 году. А слухи о ее существовании поползли годом ранее, в 1949. Может быть, это разные банды? Деятельность милиции, а тем более сыскных отделов, в 40-х годах, да и значительно позже, была окутана орелом тайны. Даже кража больше двух буканок, либо это все засекречивалось. Было объявлено после войны, что из проституции у нас покончено. Поэтому мы жили в идеальном обществе. И многие вещи обрастали слухами. Любые сведения о том, что где-то кто-то озарует. Не дай бог, что где-то кого-то грабанули. А еще... Или вообще случилось мокрое дело, то есть кто-то убит. Все это было на уровне государственной земли. Все это не подлежало огласке. Ныне живущая в Нью-Йорке писательница Ольга Мамонова в свое время проводила собственное расследование. Дело в том, что в 1946 году группа следователей Мура шла после одной малограмотной записки от имени Кодла Черная Кошка. Незадачливых воров, это была группа 15-летних подростков, вычислили сразу. Кодла Черная Кошка – это не кровожадные головорезы, а пацаны с Пушкинской улицы. Они попались на первой же краже. На месте преступления действительно нашли записку. Эта сцена, из вышедшего на экраны «Место встречи изменить нельзя» забавляла лишь следователя Арапова и, как ни странно, художников. Сыщик знал, что кошку никто в действительности не рисовал, а художники пытались с затушенной папиросой начертить кота. Оказалось, что для этого нужно несколько десятков, а то и сотня окурков. Это придумки обывателей и, в первую очередь, подростков. Подбрасывали под дверь, либо, так сказать, в почтовые ящики, от руки написанной записки, что вот там банда чернокошки придет, значит, с такого-то по такого-то уходите из дома, оставьте деньги, иначе там будет плохо, всех там убьют или порежут. Со временем слово «кодла» народ заменил на более благозвучное. Обрастая самыми невероятными подробностями, история банды распространялась по Союзу. Меньше, чем через год, черные кошки орудовали уже в Семипалатинске, Харькове, на Дальнем Востоке, в Ленинграде. Многие руководители на тех территориях, где совершались преступления, были лишены своих должностей, а некоторых расстреляли, потому что они не могли раскрыть это преступление. Все самые жуткие преступления без суда и следствия мирные граждане приписывали черной кошке. И сами от этого боялись еще больше. Ведь получалось, что головорезы могли одновременно в разных частях страны грабить, разбойничать и убивать. Убийство оперуполномоченного в Москве, естественно, тоже досталось черной кошке. Проходная оборонного завода номер 34 в подмосковном Красногорске. Вместе с другими рабочими на смену спешит молодой мастер Иван Митин. Встать к заводскому станку ему пришлось еще в 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Молодого передовика производства в округе знали все. Никто и предположить не мог, что после смены, сменив робу на костюм и кожаный плащ, он отправлялся на дело. Митин сразу приехал на место, которое должны были брать по наводке своего друга. Иван Митин совмещал работу на заводе с руководством одной из самых неуловимых банд. Той самой, которая во время налета на магазин в 1950-м застрелила оперуполномоченного. Эта банда состояла из людей, которые работали на заводе, висели на доске почета, перевыполняли план, были на хорошем счету. Среди бандитов был человек, который прошел войну, имел правительственные награды. Они играли вместе в хоккей, тоже занимались спортом. В Тимирязевском магазине банда Митина взяла 63 тысячи советских рублей. Коопторги на водном стадионе 24 тысячи рублей. Невиданные суммы. И это лишь по двум эпизодам. По признанию сценаристов место встречи сметь нельзя, именно Красногорская банда Митина была самой неуловимой, опасной для мордцев, которые братья Вайнер персонифицировали как банда «Черная кошка». Из босоногой шантропы, не сумевшей ограбить квартиру, «Черная кошка» превратилась в настоящую организованную банду. Банду, едва не подорвавшую государственный строй. Министр госбезопасности Виктор Абакумов издал приказ арестовывать тех, кто распространяет слухи о банде «Черная кошка» и сеет общенациональную панику, которая может привести к дестабилизации обстановки в СССР. И 36 человек отправились в ГУЛАГ именно за сплетни о «Черной кошке». Тем временем, следователь Арапов продолжал заниматься делом банды «Черная кошка». То, что артелью головорезов верховодит высокий блондин с оружейного завода, выяснится только спустя три года после первого налета. Митин и 11 его подельников казались неуловимыми. От банды Митин в роман перешло только количество совершенных преступлений, жестокость, которые они совершали, но сами реальные члены митинской банды никаким образом не походили ни на героя Армена Борисовича, Джигарханяна, ни на Горбатова, ни на Промакашку, нет. После ограбления преступники, в отличие от киношных бандитов, не уезжали на фургоне с надписью «Хлеб», а сливались толпой, спускались в метро и становились спешащими на службу или домой трудящимися. Простые граждане были куда надежнее любой маскировки. Хлебный фургон это из дела Пашки Америки, который ездил на фургоне с Красным Крестом. Во время налета на Матищинскую избиркассу бандиты допустили первую роковую ошибку. Митинцы ворвались в помещение, резким окриком всех уложили на пол. Вдруг зазвонил телефон. Один из преступников машинально взял трубку и услышал вопрос «Это сберкасса?» и, не задумываясь, ответил «Нет, стадион». Оказалось, что все члены банды Митина были рьяными спортсменами. Свободное время они всегда проводили на стадионе. Так и опознали грабителей во время товарищеского матча на Ледовой арене в Красногорске. Банда Митина в историю криминалистики должна была войти как банда блондина. А сегодня мы ее помним с легкой руки киношников как черную кошку. Выйти на след преступников следователю Арапову удалось в конце 52-го года. Налет на мытищинскую избиркассу стал последним эпизодом в 14-томном уголовном деле банды Митина. Задержали банду Митина в феврале 1953-го года. 28 разбойных нападений, 11 убийств, 18 раненых и 300 тысяч награбленных советских рублей. Через несколько дней после приговора Ивана Митина и одного из его подельников расстреляли. Остальные получили по 20-25 лет лагерей. Вернулся оттуда только один. На свободе он прожил всего несколько месяцев и скончался от чахотки. Следователь Арапов едва не лишился должности. Три года слишком долго для раскрытия преступления. А черной кошки не было. А что же было? Были банды, было много банд. В 20-е годы и в 30-е годы банды имели обыкновение подписывать. Скажем, там, пим-пом, руки что-то на стенку, черная кошка, могли все что угодно. Мода такая была, понимаете, экспрессия такая, криминальная. Лишь спустя много лет после выхода фильма место встречи изменить нельзя, следователь Арапов признает себя прообразом Шарапова. Хотя кое-кто это утверждение готов был оспорить. Ну, на самом деле, прообразов было два. В московском уголовном розыске на тот момент было двое Араповых, то есть именно вот с них режиссер лепил образ Володи Шарапова. Один из них Владимир Сергеевич Арапов, а второй Арапов Петр Федорович. Каждый считает, что именно с него лепили образ, и оба остались как бы при своем мнении. Но ведь Шарапов лишь помогал главному киносыщику Глебу Жеглову. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Хотя у них общего было куда больше, чем кажется. Глеб Жеглов образ собирательный, и некоторые черты достались ему все от того же реального следователя Мура Арапова. В плане именно внутреннего, так сказать, и служебного общения все вполне реально, так сказать. Конечно, были Жегловы, вот и Араповы, я имею в виду, кто в виде как киногероя. Я знал хорошо Арапова. Да, это прекрасный был сыщик, но это был сыщик не демократических убеждений. Это как раз с него надо писать было образ Жеглова. Вот кто был Арапов. Итак, черная кошка это собирательный образ той страшной послевоенной действительности. А банда Митина, наводившая ужас на жителей Москвы и Подмосковья своей жестокостью и хладнокровием, реально существовала. И по большому счету не так уж и важно, как она называлась.